Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. На выходные пригласил, выгулял по всем этим аттракционам, и тогда будет ей счастье. Вот Андрей сегодня нам будет в течение целого часа рассказывать, какие есть варианты досуга, я так понимаю, не только для детей, но и для взрослых, потому что взрослые в душе тоже дети. Взрослые все в душе тоже дети, и мы, когда проектируем наш парк, и когда думаем о том, какие аттракционы ставить, не ставить, и вообще в какую сторону развиваться, мы о взрослых никогда не забываем. Но парк здоровый у вас, давайте скажем, что там 7 гектаров, места хватит. Это точно всем, плюс в этом году мы еще планируем очень, скажем так, модернизировать парк и сделать его более комфортным, там расширить дорожки, еще что-то сделать, еще что-то. Вот, и на этих 7 гектарах, ну, комфортно помещается тысяч до 15 человек точно. Я вот хотела спросить, а вот вообще человек приходит в парк, реально ли ему этот парк весь за один день обойти? За один день реальный. То есть с раннего утра до позднего вечера? Ну, скорее нет, в зависимости от скорости детей, да, потому что чаще всего дети быстрее всего бегают, и ты просто за ними пытаешься успеть. Но в целом, да, за один день вполне реально обойти весь парк, но так, нужно, скажем так, ну, делать это в темпе. А я хотела спросить, там как, там покупается какая-то карта, на которую денежки кладутся, и везде она прикладывается, то есть очередей в кассы нет? Очереди в кассы в пиковые часы бывают, но это, наверное, как везде. Мы надеемся, что в этом году такого не будет, потому что мы ставим дополнительно еще 8 касс. Вот, какие вы молодцы. Да, мы заботимся о вас. Так, я хотела сказать, что сейчас же зимние виды спорта, да, ну, не то, что спорта, но зимние виды развлечений, да. Да, сука. Спорта, Роман, ты же знаешь, я очень спортивная девушка. Да, Лера, мы все знаем. Да, скажите, у вас там есть огромная тюбинговая горка? У нас есть, скажем так, даже две тюбинговые горки в одной, то есть одна детская для тех, кто совсем маленький, там, 3-5 лет, да, кто еще боится, как вот мы перед эфиром разговаривали, Лера говорит, что она боится на большое. Меня обещали пустить по знакомству. Да, да. Есть большая тюбинговая гора, да, где можно покататься вместе с родителями, пожалуйста, вполне. Вход со скольки до скольки? Парк работает ежедневно с 10 утра до 7 часов вечера. Я думала, ты про горку спрашиваешь, со скольки до скольки. Также и горка работает, все аттракционы, все активности, лобода работают. Тюбингов там рядышком. То же самое. То есть просто приходишь без всего, главное, чтобы тепленькие гамашки и целый день катаешься. Да, если дети, наверное, даже не совсем тепленькие гамашки, потому что бы они потом мокрые не были. Ну, ладно, это вот у нас роман практически многодетный отец. Я специально узнал, есть парковка. Очень удобно. Парковка большая, она под мостом находится, под живописным, поэтому, пожалуйста, приезжайте, машина где оставить есть. Где расположен парк? Давайте скажем, Андрей. Парк это Крылатская, Крылатская, 18 адрес. Природно-исторический парк Москворецкий есть такой в Москве. И мы на его территории располагаемся. И одна из ваших главных достопримечательностей это колесо обозрения с великолепным видом. Колесо обозрения с великолепным видом на, мне кажется, одни из самых основных и на Москва-Сити, да, достопримечательность города. И на Грибной канал, на Ледовый, на живописный мост, на вот этот вот там ресторан, недоресторан или что-то там должно быть. В общем, с нашего колеса все это видно. Мне кажется, может сравниться с лондонским око. То есть если люди хотят увидеть Лондон, они идут туда, а тут Москву все посмотришь за раз. Ну, все не посмотришь, к сожалению, но когда колесико будет чуть побольше... Там химки не увидишь, да. Химки, если оно еще будет побольше у вас, значит... Ну, в планах это есть, в планах это есть. У нас есть ролик, который вы принесли. Отлично. Там есть прекрасные планы вашего парка. Я предлагаю сейчас посмотреть и, может быть, по возможности что-то прокомментировать. Давайте с удовольствием. Давайте, запускайте. Какая веселая музычка. Нам-то покажите, да. Нам, конечно, не покажут в следующий раз. Ладно, ясно, понятно. Ну, ничего, а можно задать такой вопрос о модной? Есть ли какие-то тренды? Ну, бывают тренды, я думала, раньше только в МОЗе, оказывается, есть. И в питании, и в развлечениях. Вот тренды на развлечениях в парке существуют? Катание на гироскутерах или еще что-то. Вот, Андрей, расскажите. Ну, какие сейчас, в принципе, тренды у современной молодежи, у современных детей? Надеюсь, что ЗОЖ. Я бы тоже хотел так надеяться, но не всегда. Сейчас в основном все это носом в планшет, как говорится, да, и попробую оттуда вытащить. Мы же как раз стараемся этот тренд максимально изменить. И концепция нашего парка предполагает проведение время и досуга всей семьей без планшета, без всего остального. У нас нет такой ни одной локации, которая могла бы позволить отдать ребенка и пойти заниматься отдельно чем-то. То есть мы категорически против этого. Мы за то, чтобы вся семья, находясь в парке, нашла себе и развлечения, и могла совместно провести время, и всем было интересно. Вот как раз таки концепция семейного отдыха. Концепция семейного отдыха. Так и задумывался именно семейный парк сказка. Я предлагаю, друзья, нам сейчас прерваться ненадолго, буквально на три минуточки, а потом мы вновь вернемся к вам и поговорим о сказке в нашей жизни. О парке сказка. Телерадиоканал Страна ФМ. Всем добрый день. Лучшее в стране. Друзья, Андрей Кунов в гостях у телерадиоканала Страна ФМ, коммерческий директор парка «Сказка». И мы сегодня погружаемся в сказку, расспрашиваем, что же там интересного. Это, между прочим, самый большой аудор-парк в Москве. И вообще, в принципе, самый большой, мне кажется, и в Подмосковье, и во многих других городах. Он приравнивается к Диснейленду, не побоюсь этих слов. Как вы вообще несете на себе эту миссию? Это большая ответственность соответствовать. Вы знаете, если что-то делать, то делать это хорошо. Делать что-то, ну, такого среднего, либо ниже среднего формата, это не наш, точно, посыл, не наш девиз. Вы сказали по поводу Диснейленда. Это очень хороший ориентир, потому что Диснейленд действительно отличный парк. И мы стремимся к тому, чтобы в Москве, в России сделать как минимум не хуже. И, ну, там, понятно, небольшими, но маленькими шагами к этому идем. Получается, вы круглогодичный парк под открытым небом. У вас огромное количество именно открытых площадок? У нас практически весь парк открытый. У нас из закрытых только те места, где можно поесть. И каток крытый летний? Есть открытый каток, сейчас зимний. И плюс есть круглогодичный крытый каток. А расскажите нам, пожалуйста, про батут. Про батут. Значит, помимо горки, которую мы с вами уже обсуждали... Зимний, ребята! У нас есть еще зимний батут. Батут — это такая штука... Это не сугроб, это батут. Это не сугроб, это батут. Он выполнен в виде горки, на которой можно и покататься, и потом еще подняться, и непосредственно по батуту, не знаю, попрыгать, развлечься и так далее. Причем, что он до 100, если не ошибаюсь, килограмм, так что взрослым туда тоже может быть. Отлично. А вот динопарк, ну, не динопарк, а парк динозавров, он работает зимой? Конечно. То есть прям вот они такие покрытые снегом рычат? Я сейчас расскажу вам, в чем особенность. То есть у нас на территории парка два парка сразу. Есть динопарк, есть еще айс парк. Айс парк — это как раз ледниковый период. И вот они друг друга заполняют, некий такой симбиоз создают. Динопарк, он вообще потрясающий, вот очень красивый. Тогда, когда распускается зелень, он погружается в листву. И оттуда шея там из листвы такая. Практически да, потому что у нас дорожки расположены таким образом, что ты идешь и периодически не видишь его. Потом, когда выходишь, допустим, из какого-то там декорации, на тебя весь динозавр с рыками, с характерными звуками и движениями. Это одна часть. И вторая часть примерно такая же по площади. Это айс парк, так называемый. Это как раз эра ледникового периода. Там мамонты? Там мамонты, там всевозможные бизоны, там тигры. Саблезубые? Саблезубые. Но они так же двигаются? Они так же двигаются, они так же издают звуки. И вот это мы считаем, что действительно наша фишка. Помимо того, что, как мы с вами уже обсуждали, развлекательная история в парке, мы же несем еще просветительскую, потому что около каждого нашего экспоната есть табличка. К этому сезону лета мы сделаем аудиогиды. То есть можно будет действительно узнать, кто это, что это, почему он здесь, когда он жил, чем питался. И действительно, это вот прям очень сильно цепляет не только детей, но и взрослых. Если посмотрите вот Инстаграм с динозавром или что-то еще по хэштегу, увидите, что там 80% фотографий будет действительно из нашего парка. Так, ну а для тех, кто не хочет вот просто бояться там, я не знаю, мамонтов и динозавров, есть веревочный парк? Есть, но он до нуля градусов, поэтому сейчас он не работает, а летом, пожалуйста. Потому что ручки-то, они же не цепляют потом уже ничего. Да-да-да. Андрей, он до нуля градусов, но со скольки лет? Расскажите. На нем три уровня. Первый уровень с нуля, потому что там натянута сетка, можно просто поползать, и никто никуда там не провалится. Второй уровень, если я не ошибаюсь, лет с пяти, и третий уровень с двенадцать. А для, ну вот с двенадцати и взрослых? И до бесконечности. Да, и до бесконечности. Он выдерживает любой вес, пожалуйста, там страховка, шлем, как полагается все. Но сразу скажу, что это не самое простое. Я с первого раза, ну, сложновато прошел, но сложновато. А какие там вообще акробатические-то номера есть? Я не знаю, там, может быть, с веревки на шесте куда-то заползти, или там какой-то велосипед, мотоцикл? Акробатических нет, но есть довольно сложные, где нужно пройти по веревке, держась за веревку, и там десять метров пройти. Ну, то есть неподготовленному человеку это не очень просто. В общем, фитнес, Валерия. Фитнес, да, кругом, куда вот не пойдешь, везде фитнес. Хочешь развлекаться, а все равно... Давайте развлечемся просмотром роликов, посвященного сказке. А, и не песни мы развлечемся? Мне кажется, мы вам и ролик. Смотрим, смотри. Чудеса. Хаски, поправим еще, мы должны поговорить обязательно. Обязательно, хаски, это вот тоже наша изюминка. Из лука можно пострелять. Зеркальный лабиринт. Тир, друзья. Какая прелесть. Коток, колесо, все, что хотите. Лошадки. Вот они. Мне кажется, им холодно, динозаврам зимой. И надо шубы, и мы шапки такие. Это енот-ракета? Это был верблюд. Это енот, это верблюд. Причем верблюд круглый год. Так, откуда столько животных? Это у вас зоопарк там есть местный? У нас есть и контактный зоопарк на территории парка сказка, и есть еще дополнительный. У нас конюшня. У нас там порядка 10 иголов, если не ошибаюсь. Плюс еще олень. И плюс еще верблюд. Верблюд-яша. Олень-яша. Ну, это же чудесно. Ну, а вот конюшня. То есть люди прям есть, которые занимаются постоянно там спортом на базе вот вашего парка. Да. Это очень здорово. У нас конюшня, у нас плац. Соответственно, у нас инструктора, которые прям как полагается. Все, ну, прогулка, там, фитнес, все как полагается. Друзья, что еще полагается в сказке, мы узнаем очень скоро. Будьте в компании телерадиоканала «Страна ФМ». Скоро вернемся. Друзья, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Андрей Кунов, коммерческий директор парка «Сказка». И мы рассказываем, что же там интересного и волшебного. Мы увидели в этом ролике, что есть хаски-парк. Есть. Что там делают? Хаски-парк — это... Собачки. Вообще, в целом, я вам скажу, что мы стараемся сделать не просто парк развлечений или познавательную какую-то историю. И мы стараемся сделать реально уникальную историю. Значит, динопарк — это наш прям ноу-хау, которым мы гордимся. И также есть хаски-парк, которым мы действительно гордимся. Там действительно есть собаки. Их порядка, там, 15, наверное, собак. Помимо этого, помимо того, что ты можешь прийти и пообщаться с этими животными, взять их, погулять с ними, побегать, попрыгать, пообниматься... А в упряжке там на них катаются? Сейчас расскажу. Подождите, подождите, подождите. Значит, помимо этого, у нас есть еще домик шаманов, где проходят всякие сказки, читают. Помимо этого, есть специальный этнический тир, где ты не дротики используешь, а топор. О, какая прежесть! Причем, ну, под присмотром, как полагается. И при всем при этом, зимой, там, начиная с первого снега и там до конца этого снега, есть катание на упряжках. Полноценные упряжки с собачками запряженные. Тест-драйв прям. Тест-драйв полноценный, да. А собаки добрые? Хаски? Да. Хаски, я ни разу в жизни не слышал историю, чтобы хаски кого-то что-то покусали и так далее. Это самые безобидные животные, которые намезли, это есть в мире. Мне кажется, это самые фотогеничные собаки. Кстати, можно делать селфи с ними? Да, можно. Все, что хотите. Они позируют, да? По-разному, в зависимости от их настроения, но селфи с ними сделать можно. Причем, что когда приходят какие-то знакомые им люди, там, не знаю, инструктор какой-то собаки, что-то такое, вплоть до того, что они запрыгивают, узнавая его на руки, и вот там сидят столько, сколько позволяют. Так, нужен обязательно вопрос такой уточнить. Нельзя там детишек заморозить? Там есть где греться? Там есть где греться, вот это как раз там, где шаман, там внутрь можно зайти и погреться. Плюс, если вы покупаете, допустим, входной билет, то вы можете не просто зайти один раз, а вы в течение всего дня можете заходить, выходить на ту локацию, в которой, соответственно, вы купили билет. Пойти поесть, погреться, а потом вернуться, если вы захотите еще раз. Кстати, про билет. Да, про билет мы с вами говорили. В эти выходные мы запускаем такой полный безлимитный билет на одного человека, чтобы можно было посетить все абсолютно активности парка. Соответственно, купив его, можете неограниченное количество раз. Все 7 гектаров обойти. Все 7 гектаров обойти по несколько раз, если успеете. Так, а сколько парк открывается? В 10 утра. Вот в 10 утра нужно уже приходить, потому что, сами понимаете, очень много всяких локаций. А можно ли билет через интернет купить? Да, через интернет можно купить сейчас сертификат. То есть, если вы хотите кому-то подарить, можно купить подарочный сертификат, вам придет он в электронном виде, и вы, соответственно, можете его подарить. А по факту, такие билеты мы не продаем через интернет, потому что все равно это посещение парка, и вы все равно приезжаете в парк, а там есть уже касса. Друзья, мы еще узнали у Андрея, что на всей территории парка сказка есть несказочный, а реальный вай-фай. О, вай-фай. Роман, зачем вай-фай люди в парке? Если вам это важно, ну, слушай, вдруг что-то, какое-то важное письмо ты ждешь. Ты, пожалуйста, с семьей в парке сидишь, это важное письмо. Или ты делаешь трансляцию из парка, рассказываешь подписчикам о динозаврах. А вообще, на самом деле, если кто-то работает в парке, надо вот прям таблички вам повесить. Кто работает, когда гуляет с семьей в парке? Штраф 5000 рублей. Сдавать же не. Роман, у него такие вопросы насущные. Парковка, вай-фай. Ну, конечно. Но он просто понимает, что если он повезет туда семью, он за все должен отвечать и все должен везде. Вы сказали по поводу работы. Это тоже интересно, потому что у нас и рабочий вай-фай наш внутренний есть на всей территории парка. И у нас сотрудник, как таково, не прикреплен к месту. Да, у него есть свое рабочее место. Но чаще, когда наступает весна, лето, и когда становится тепло, мы сидим и работаем на лавочках в нашем кафе. Какая сказка! Да, мы можем встречи наши организовывать на колесе обозрения. Какая прелесть! Это был очень позитивный момент, когда я только пришел в парк. И до сих пор не могу не поделиться с вами. У вас же летом еще и концерты бывают, то есть прям такие развлекательные программы? С летом бывают концерты, они бывают разные. У нас бывают всевозможные шоу, приезжают выступать в какие-то детские коллективы. Open Kids, например, ребята. Были у нас в прошлом году, да. Это было совместное мероприятие благотворительное с фондом. Вот, что еще у нас всякие шоу Тесла-шоу, мыльных пузырей, шоу красок. То есть у нас было вот в прошлом году, это вот что так мы не делали. Так, про Тесла-шоу интересно и очень интересно про благотворительность. Но, как всегда, в нашем эфире мы должны ненадолго прерваться. Друзья, обязательно к вам вернемся. Если у вас есть какие-то вопросы, то 8909-928-189-9 пишите, на все будем отвечать. Или ВКонтакте публикация, да, там тоже можно. Друзья, Андрей Кунов по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Мы рассказываем про парк «Сказка». И мы точно знаем, что парк «Сказка» уделяет огромное внимание благотворительности. Это однозначно. Во-первых, нужно сказать, что мы всегда открыты любым группам. В прошлом году, наверное, около 20, может быть, чуть больше групп посетили парк по благотворительности. Соответственно, мы, ну, абсолютно это бесплатное посещение. Надо просто с нами связаться, выйти на контакт. У нас на сайте есть вся необходимая информация. Мы сориентируем по датам, соответственно, договоримся, когда будет удобно. И с удовольствием прокатим на всем том, что будет работать. Это раз. И, во-вторых, у нас в прошлом году было большое уже мероприятие. Мы делали вместе с фондом «Рональдом Макдональд». Это было такое. Значит, в общей сложности за неделю мы собрали 500 тысяч рублей и отдали на благотворительность. Ну, ни много ни мало, но, тем не менее, эти деньги кому-то помогут. Я думаю, что это достаточно хорошие деньги. Да, мы очень старались. Ну, и, соответственно, сейчас у нас идет новогодняя акция с фондами по сбору подарков. До 31 числа, если кто-то еще хочет успеть, может присоединиться. Любой подарок, который можно принести, либо купить на территории парка, оставить его у нас же. Мы потом полностью своими силами передадим это в фонды, а фонды, соответственно, передадут либо в детские дома, либо еще куда-то. Ну, а вот на 2019 год какие планы есть по благотворительности? То есть вот сейчас этот проект завтра закончится. Что еще? Этот проект закончится. Потом в апреле мы планируем, что запустим акцию с колесом обозрения. Мы сделаем так называемые билеты, колеса обозрения специальные, где будем все деньги, собранные с конкретных билетов, либо в конкретный период, тоже перечислять фондом. В Пуле у нас там несколько фондов уже есть. Сейчас мы доведем переговоры, попросим города поддержки нашей социальной рекламы, и, соответственно, запустим это в массы. Ну, вот по благотворительности все, а теперь вернемся к парку. Я знаю, что несмотря на то, что у вас самый оснащенный, самый современный парк, вы не почиваете на лаврах, вы постоянно что-то изменяете, что-то расширяете. Это, знаете, как жить в частном доме. Всегда есть, где гвоздь забить. Какие вот на 2019 год тоже есть планы по этому поводу? Ну, смотрите, надо отметить, что сейчас, в принципе, мы вначале говорили про тенденции, сейчас тенденция очень хорошая, потому что такое, наверное, последний раз было, может быть, в Советском Союзе. Помните, когда Советский Союз еще делал аттракционы какие-то, да? И они были вот новые, красивые, красочные и так далее. Потом какое-то время не делали, и, соответственно, вот на этом наследии, грубо говоря, большинство парков и жили. Скрипело, да? Что сейчас, Андрей, да? Сейчас расскажу. Значит, мы как раз, у нас нет ни одного подобного аттракциона из старой эпохи. Мы стараемся делать все новое, красивое, красочное. Есть российские производители, которые делают качественно, и мы с удовольствием с ними сотрудничаем. Но основная масса аттракционов – это зарубежные, есть итальянские, есть чешские. Очень красивые, качественные аттракционы. В этом году мы добавим, наверное, игровых модулей или аттракционов где-то, наверное, около пяти плюсом к тому, что было в прошлом году. А какие? Знаете, просто интересно. Или это сюрприз? Хотелось бы, чтобы это было сюрпризом, но один, я вам точно скажу, есть такой аттракцион Air Race полуэкстремальный. Не знаем. Полуэкстремальный, где ты садишься в небольшой вертолет с кем-то, и он переворачивается вот через себя, еще крутится непосредственно сам вертолет. Это вот такая вот… Как будто ты падаешь в этот вертолет. Как будто ты летишь где-то очень быстро и очень неровно. Так, Андрей, у меня к вам серьезный вопрос для таких трусих и трусов, как я. Все ведь проверяется регулярно. Конечно. То есть прям безопасность, она абсолютно гарантирована. Безопасность – это номер один в парке. У нас есть технический директор, у которого есть единогласное решение о том, что аттракцион мы не открываем по техническим параметрам. Вообще аттракционы сейчас государство, в честь и махвала, взялось прям сильно за аттракционы. Они очень ужесточили нормы, ввели кучу всевозможных регламентов. Помимо этого ежегодно проводится освидетельствование каждого аттракциона, вызывается специальная комиссия. На каждый аттракцион есть там паспорт, есть свой номер, есть это самое освидетельствование. И не так просто на самом деле все это сделать. То есть это большой труд, и обычный плохой скрипящий аттракцион, ну, это не пройдет. Вот, хорошо, что у вас все не скрипящее, все хорошее. Вы знаете, видимо, не все нас слушали сначала. Пришло сообщение без подписи, абонент, чей номер заканчивается на 3999. А чем парк может порадовать в гастрономическом вопросе? Человек хочет все-таки знать меню, что предлагают. Ну, меню я вам не скажу, но на территории парка сейчас в зимний период работает три стационарных кафе, соответственно, с теплых, удобных, уютных, с разной кухней. Есть кафе «Доблин», так называемый, да, где есть от и до и блины, и... То есть полные обеды, можно. Полные обеды и супы в парке. Вот, даже супы есть, да. Это большое дело. Супы и гречка, что немаловажно, да. Есть кафе «Северное сияние», оно относится к этническому, да, там, оленина и так далее, стейки всевозможные. И есть легкое кафе, где в основном такая здоровая пища. Это салаты, это милкшейки и вот все, что с этим связано. Вы знаете, Андрей, у меня следующий вопрос про вас. Вот, вы знаете, я вчера Роману рассказывала, что в детстве я хотела, конечно, работать директором бассейна, потому что мне казалось, что это классно, круто, но я просто не знала, что есть такая должность, знаете, директор парка. Как вообще начать карьеру? Как дослужиться до этого? В какую стезю нужно пойти после института, чтобы стать... И в какой институт, да. Вы знаете, на самом деле, ни специальность, ни предыдущая моя история никаким образом не была связана с парком. Это судьба как-то вас ссылала? Да, это, видимо, судьба привела меня в парк. Это то место, где мне безумно нравится. Образование у меня вообще совершенно непрофильное. Соответственно, ну, как бы, к парковой деятельности не имеет никакого отношения. Поэтому тут... Что могу посоветовать со своей стороны, так это смотрите на наш сайт. Там есть вакансии. На всем известных поисковых сайтах работы есть наши вакансии. Мы их регулярно обновляем. К сезону мы планируем, что у нас еще откроется порядка, там, 10, наверное, рабочих мест. Всех будем очень рады видеть в парке. И в парке работать здорово. Андрей, а существует ли у вас какой-то обряд посвящения? Ну, я не знаю, вот говорите. Если ты сейчас на этом вертолете три круга продержишься, то мы тебя берем. Если нет, то извини. Обряда посвящения нет, но у нас есть при запуске нового аттракциона, при запуске, при открытии какой-то локации, обязательно все сотрудники должны это пройти через себя, чтобы понимать, какой продукт мы несем в массы. Чтобы потом они могли, а, рассказать, потому что все сотрудники перемещаются по парку, и у нас главное правило, что если видишь, что кому-то нужна помощь, или какой-то есть вопрос, ты обязательно должен это сделать. Ну и плюс еще кассиры. Кассиры, это вот обязательно каждый кассир должен все посетить, потому что он должен с эмоциями рассказать, что действительно получит клиент, когда придет на ту или иную локацию. Хочу быть кассиром, да. Все, я растерялась. Ты хочешь денег или я хочу кассир? Я хочу кататься на всем, приходишь на работу, и на всем, на всем катаешься. А, кстати, есть у вас какие-то вот интересные внутренние корпоративные традиции, которыми вы тоже готовы с нами поделиться? Ну, у нас, во-первых, регулярно мы собираемся, подводим итоги сезона, года, подводим итоги успешных месяцов однозначно. Лучший сотрудник получает? Да, мы награждаем лучших сотрудников, причем не одного какого-то сотрудника, в разных номинациях. У нас есть, так сказать, доска почета, доска позора у нас есть. Ух ты! Такая тоже у нас есть. Поэтому мы стараемся жить в каком-то корпоративном духе вместе, собираться и обсуждать, планировать. И решений единолично у нас никто не принимает. С точки зрения развития парка или каких-то моментов. Но есть люди, которые принимают единоличные решения. У нас режиссер, он говорит, давайте сделаем паузу. Сейчас сделаем, а потом продолжим. Лучшее в стране. Друзья, Андрей Кунов по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ», коммерческий директор парка «Сказка». И рядом с Андреем появились две очень красивые кружки. Давайте расскажем. Сказочные, волшебные, как раз с теми самыми динозаврами, карусельками, колесом и мамонтом, как вы спрашивали, из Айс-парка. Это я специально для вас привез, чтобы вы вспоминали про сказку. Спасибо. Мы никогда не сможем про нее забыть, понимаете, после ваших красочных рассказов. Но, кстати, посетители парка тоже могут стать владельцами таких кружек, да? Конечно, да. У нас на территории есть сувенирный магазин, там всевозможная продукция парковая, и кружки, и ручки, и что только нет у нас. Я вот сейчас сюда поставлю, чтобы у нас на камеру было видно, какая красота. Активного отдыха, о котором мы говорили, есть же возможность просто погулять там, да? Есть возможность просто погулять. Помимо активного отдыха, помимо всех хасок Дина и всего, что мы обсуждали, территория парка, она открытая. То есть вход абсолютно бесплатный, и можно просто прийти, полюбоваться нашими видами, полюбоваться нашим пейзажем, потому что она действительно красивая, сказочная, и домики выполнены в форме очень необычном, и мы стараемся какую-то вот такую сказочность в каждом нашем проявлении вносить. Поэтому, пожалуйста, приходите просто погулять. А расскажите нам, пожалуйста, про программу выходного дня. Здорово. Значит, смотрите, у нас... Мы вообще все проекты реализуем совместно с Мосприродой, да? И Мосприрода всячески помогает нам мастер-классами и проводит каждый выходной какие-то мастер-классы на территории абсолютно бесплатные. То есть вы можете прийти вместе с своим ребенком, не знаю, сделать что-то... Какие примеры мастер-классов, Андрей? Мы делали в свое время кормушки. Что еще было? Мы делали... За экологию у вас там какой-то проект был? Из вторстырья делали ручки и блокноты. Слушайте, какие вы молодцы. Да. Специальные люди приезжают, помогают нам это проводить, и это очень здорово. Помимо вот таких мастер-классов, которые можно посетить, мы еще стараемся делать развлекательную программу на выходной день. То есть где-то примерно с 12 часов до 4 что-то у нас происходит либо на сцене, либо в парке, либо ходит живой динозавр по территории парка. Нормально. Да, у нас есть очень хороший костюм, очень много собирает впечатлений у детей. Либо у нас наши партнеры из русской деревни, они ходят с козами, либо у нас гуляют хаски по территории. То есть какая-то манипуляционная программа, она всегда есть, и мы стараемся ее... А вот кто популярнее, коза или динозавр? Популярнее динозавр. Мы так и думали, почему-то. Он больше, он двигается, он издает звуки. А сколько их, кстати, там у вас есть? Всего у нас более 50 экспонатов. А, прелесть. Ну вообще про экологию хочется сказать вам огромное спасибо, потому что вот именно подрастающее поколение, да, его нужно не только развлекать, но и образовывать, и то, что вы делаете, это очень нужно и важно. Спасибо вам. Мы стараемся. Продолжайте, да. Так, я хочу еще раз напомнить всем, где вы находитесь, по какому адресу? Мы находимся по адресу Крылатская, 18. Это природный исторический парк Москворецкий. Ближайшее метро? Ближайшее метро Крылатская и Молодежная. И там есть парковка замечательная. Отличная парковка, большая, места всем хватит. Я тоже еще хотела напомнить, что на территории стоят такие специальные штучки, где продается вода, всякие снеки, поэтому ничего, не переживайте, с собой пакеты не берите, все можно купить там. Ну и в эти выходные будет очень удачное предложение по скидкам, мне кажется, для тех, кто хочет отдохнуть и сэкономить. Практически в три раза, да, как это называется? Это такой комбо-билет посещения всего парка. Спасибо. Комбо-билет, друзья, запомните и добро пожаловать из этой реальной жизни в сказку. Что же, огромное спасибо вам, что вы к нам пришли, нам все подробно рассказали. Нам безумно захотелось посетить ваш парк. Я думаю, мы так и сделаем. Селфи с тираннозавром, да. Это самое популярное. Нет, селфи с хасками обязательно. Верблюда как зовут? Яша. Верблюд Яша, это просто уже моя любовь, надеюсь, что будет состоявшаяся. Ну и, конечно же, вот эти мастер-классы, если у вас есть детишки, то бегите туда, оформляйте там подписка какая-то или разовые абонементы. Никакого абонемента, просто приезжаешь и в назначенное время информацию можно посмотреть в наших соцсетях Парк Сказка. Парксказка.ру Парксказка.ру Это наш сайт, либо в интернете, ой, в инстаграме найдите Парк Сказка. В общем, друзья, побывайте в гостях у Сказки. Спасибо вам. Спасибо вам за эфир. Андрей Конов, до новых встреч. Всего самого хорошего. Роман Шахов, Валерия Майорова. Услышимся, увидимся завтра. Пока.